а ребята звонила несколько раз но дело в том что там только что вот перед моими глазами через несколько домов новый пожар начался видимо искрой передается звоните тоже ну вот если одну машину отправят они не успокоят этот огонь пожар нужно чтобы еще машины какие-то подъехали точный адрес скажите что мы могли там несколько пожаров началось уже выше начал гореть лес между домами так накануне в городе геленджик начинался пожар площадь которого буквально за сутки стремительно разрослась до 118 гектаров очаг возгорания по данным мчс возник в районе бобурковой щели пламя довольно быстро перекинулись на весные массивы здесь надо что еще сказать что действительно должны предприниматься мера пожароопасности они собственно я предпринимаются административные меры но в такие периоды ограниченный доступ в леса запрещается жечь там кастрюли допустим так и много и другое запрещать но надо откровенно говоря и нашему населению быть в этом отношении сказать сознательно мы и понимать опасность тех самых своих проступок которые могут вызвать в условиях пожар опасности именно пожар по данным мвд в настоящий момент задержан предполагаемый виновник пожара предварительно установлено что он находясь на территории своего домовладения оголил провода что спровоцировало возгорание лесной подстилки к сожалению чаще всего пожара на 80 на 90 процентов на территории россии возникает по имени человека почему потому что действительно сухо и тем более если порывы ветра есть и вот попадает либо окурок либо там сжигают сухую траву по весне и либо еще что-либо делать какие-то хозяйственные так сказать свои работы сварка или прочее и вот это самое страшное ликвидации пожара задействованы местные пожарные спасатели и коммунальщики лесники из ближайших городов депутаты сотрудники администрации и добровольцы процесс осложняется гористой местностью и сильным ветром также к тушению пожара подключились два самолета амфибии и два вертолета ми-8 местные жители беспокоятся весь пламя приблизилась к району в котором расположен сафари-парк однако до него пожар не жизнь показывает что ежегодно ежегодно в летний период постоянно идет информация о том что в том месте в другом месте трое в одной стране другой стране эти события происходят то есть это как бы как бы какое-то неизбежное зло и вопрос заключается лишь том чтобы именно это зло как-то уменьшить ведь мы сбежать полностью этого события нельзя только за этот день на очаге возгорания сброшено более 120 тонн воды мчс подчеркивает что угроза объектам инфраструктуры нет ситуация сложная но она находится под контролем маргарита михайлова универ ньюс